Кирове 13.05. В эфире особое мнение в студии Дарьи Топузливой и мой гость и депутат Госдумы Сергей Доронин. Сергей Александрович, здравствуйте. Нас можно слышать на частоте 101.0, онлайн-трансляции эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы вы можете задать через форму анонсов на нашем сайте eho.kirova.ru. Сергей Александрович, мне хотелось бы начать, наверное, с темы, которая была озвучена вчера в правительстве зампредом Евгением Михеевым, и смежный вопрос поступил у нас на сайт от читателя. Михеев заявил о том, что обвала рынка труда в этом году не ожидается, связано это главным образом с большим количеством заказов на предприятиях оборонной промышленности. У вас не вызывает опасений то, что наш рынок труда держится на оборонке, а не на том же сельском хозяйстве, строительстве или других отраслях? Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что то, что на сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс загружен заказами, это для Кировской области, конечно же, благ. И хорошо, что, к сожалению, в последнее время испытывающий проблемы военно-промышленный комплекс, вот сегодня, может быть, в какой-то ближайшей перспективе выйдет на полную мощность, и люди будут получать доходы, заработную плату, предприятия будут платить налоги, опять же, бюджет областной, да. И покупательская способность и возможности населения, они будут на прежнем уровне, либо расти. Это, конечно же, здорово. Здорово, что нет таких серьезных сокращений, как, может быть, в некоторых регионах, которые испытывают серьезные проблемы. И, значит, экономика их основана там на нефтегазовой отрасли, на автомобилестроении. Вот у нас есть данные, и все, наверное, радиослушатели слышали или читали где-то из информативных источников, что серьезная проблема у автоваза, идут серьезные большие сокращения. Ну, я считаю, что это хорошо, что есть у нас работа. Другой вопрос, что... А не получится ли так, что завтра политики договорятся, наступят мирные времена, и мы опять получим те же проблемы с оборонкой, которые у нас были? Я, понимаете, я за то, чтобы все направления экономики, они работали в хорошем, таком, в рабочем режиме, и чтобы военно-промышленный комплекс делал, значит, свою продукцию и продавал ее за пределы Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что наше вооружение пользуется спросом и в азиатских странах, и в Южной Америке, и мы достаточно большие объемы на экспорт продаем. Ну, это экономика, это жизнь, это здорово, и когда есть у военно-промышленного комплекса, повторюсь, деньги, я думаю, что они будут вкладывать и в развитие производства, и в инновации, значит... Ну, то есть, опасаться того, что завтра все санкции прекратятся, все наладится, и вдруг никому не станут... Ну, понимаете, завтра точно ничего не прекратится, потому что бюджет утвержден на 2016 год, и я скрывать не буду, что на военно-промышленный комплекс, может быть, как бы это печально не было, да, Ну, действительно, мы достаточно серьезные средства выделили, и объем поддержки военно-промышленного комплекса и правоохранительной системы у нас вырос по сравнению с 2015 годом, в отличие... Ну, я сейчас затрудняюсь, наверное, вам, чтобы радиослушатели, наверное, не водить в заблуждение, но однозначно у нас несколько отраслей и несколько направлений не подверглись секвестру. Это сельскохозяйственный комплекс, 237 миллиардов рублей у нас уйдет на, значит, все сельское хозяйство, и здесь объемы поддержки выросли по сравнению с 2015 годом. Это военно-промышленный комплекс, и это, значит, внутренняя безопасность тоже здесь у нас, значит, достаточно серьезные идут вливания. Я считаю, что экономика должна расти вообще направленно, еще раз повторюсь, и сельское хозяйство, и военно-промышленный комплекс, и всегда здорово, когда бюджет государственный, он растет и по доходной части, и по, значит, расходу. Ну, вот, кстати, о бюджете и по доходной части, и столица вам, возможно, виднее. Как себя в этом году будет ввести нефть, от которой бюджет наш зависит, так или иначе бюджет страны, ну, и, соответственно, уже регионов? Ну, действительно, мы, значит, в доходную часть от нашего 15-триллионного бюджета государственного, где-то порядка 50%, там, плюс-минус несколько процентов, это нефтегазовые доходы, и вот эта волатильность на рынке нефтяной, она, конечно же, напрягает всех, и, в первую очередь, правительство. И, вот, сегодня уже многие люди, значит, читают, следят ежедневно за стоимостью баррельной нефти. Это очень большие эксперты, да? Да, я думаю, что на сегодняшний день настроения на рынке продажи нефти, они спекулятивные. Вот те страны, которые входят в ОПЕК, это основные, так скажем, экспортеры нефти, а у нас где-то порядка 13 или 14 стран входят в ОПЕК, да? Плюс Российская Федерация и вот Соединенные Штаты Америки с Нового года приняли решение экспортировать нефть. Вот это основные игроки по продаже на бирже, значит, вот этого товара, да, нефтяного. Насколько мне известно, что достаточно у большого количества стран, вот, исключая, наверное, Саудовскую Аравию, себестоимость добычи нефти, она как раз-таки где-то держится на уровне 25-30 долларов за баррель. Это сама добыча нефти, где-то порядка, там, от 7 до 12 долларов за баррель, плюс транспортные расходы по доставке в точку покупателя, да? Ну, то есть, если опасность, значит, работать в убыток. И 25-30, я думаю, что на сегодняшний день многие из вот этих стран сегодня уже практически работают на грани убытка. Я думаю, что эта ситуация, конечно же, глупо держаться не может, и это понимают и, может быть, спекулянты, хотя, в принципе, у них задача одна – зарабатывать на этом. Но, по крайней мере, вот такие страны, как Саудовская Аравия – это азиатские страны, где бюджет, доходная часть бюджета составляет практически у некоторых от 80 до 95 процентов, это доходная часть от продажи нефтепродуктов. И, естественно, никто, я думаю, что не задумывается, ну, наоборот, задумывается над тем, что в случае понижения стоимости нефти, как говорят сегодня, там, до 15-12 долларов за баррель, там мы можем получить достаточно серьезные горячие точки в различных, значит, и в Южной Америке, это Венесуэла, и в Саудовской Аравии – это достаточно серьезная страна, такая мусульманская. Ну, а для России это секвестр государственного бюджета, это снижение затрат, снижение расходов, это нагрузка на население, это снижение социальных различных, выплат, здравоохранения, образования, это изменение налогового кодекса, на мой взгляд, на сегодняшний день говорят уже о пересмотре... Да, о пересмотре ставки НДС, значит, и поднятие еще там на 2-3 процента, возможно, пересмотр налога на прибыль, возможно, опять же, пересмотр различных стоимостей, там, кадастровых, сегодня взимание пошлинг, там, за землю, за имущество, ну, естественно, это увеличение налоговой нагрузки на бизнес, на население. А пара доллар-евро, это тоже происки спекулянтов, или это вот реальная стоимость рубля сейчас? Вы знаете, я вот не финансовый аналитик какой-то, серьезный или крупный, я думаю, сегодня спекулятивное настроение, действительно, вот они практически на рынке везде царят, вот, ростовщики, банкиры сегодня занимаются продажей, покупкой валюты, ну, смотрите, какая волатильность, там, за неделю, плюс-минус, там, 5-6-7 процентов, то есть, это достаточно такая интересная почва для того, чтобы на пустом месте, не отходя, там, что называется, да, от кассы зарабатывать достаточно серьезные деньги, вот, на оборачиваемости, на продажу и на покупке валюты, тем более, многие вот эти финансовые организации, там, и банкиры обладают очень большим объемом инсайдерской информации, они понимают, когда нефтяные компании получают выручку на счета, когда им необходимо, значит, рассчитываться по контрактам, потому что крупные нефтяные компании, они все являются, значит, клиентами крупных банков, да, поэтому здесь все понимание у аналитиков есть полное, поэтому вот это спекулятивные вещи, конечно, страдают сегодня импортеры, это те, кто завозят, значит, продукцию, там, из европейских стран, из Соединенных Штатов Америки, там, из развитых стран, да, и в связи с этим у нас, конечно же, страдают производители, несмотря на то, что есть достаточно, там, интересная почва для того, чтобы, там, поднимать цены, но, в свою очередь, покупательская способность у нас, конечно же, в население падает, и падает серьезно, и я вот вижу это по, там, тем же магазинам продуктовым, по торговым центрам. А где это больше заметно, в Кирове или в Москве? Вы понимаете, в Москве тоже заметно, и количество, так скажем, покупателей в крупных торговых центрах, оно, конечно же, ну, заметно уменьшилось, да, люди тратить начали только на продукты питания, на сегодняшний день есть статистика, и в Государственной Думе она постоянно, как бы, появляется, количество людей, выезжающих за границу, сократилось достаточно серьезно. В Кировской области на 40% вот рынок туристических услуг просел. Вот это реагируют на это, значит, потребители этих услуг, естественно, ну, все понимают, все поджимаются, и, как бы, в ожидании, там, каких-то проблемных лет, там, месяцев, да, и каждый для себя создает подушку безопасности без, там, денежной массы, которая на сегодняшний день является самым ликвидным инструментом. Вот и все. Еще один вопрос от слушателя. Александр пишет. Сергей Александрович, добрый день. Канал РБК привел мнение эксперта, что кандидату-одномандатнику в Госдуму для прохождения надо потратить 100 миллионов рублей. Сколько денег планируете потратить вы? Ну, я не знаю, исходя из чего сделаны эти расчеты, но... Это выдуманная история, да. Я думаю, что намного меньше, в разы, просто в десятки раз меньше. Если депутат или кандидат в депутаты имеет, там, достаточно серьезную репутацию, либо это бывший депутат, который действительно работал и встречался с избирателями, и, значит, о его депутатской деятельности знают, значит, я считаю, что человек может пройти... Ну, так вот скромно, как в какую сумму можно уложиться? Ну, я думаю, в расчет можно ввести, там, вот от двух до десяти миллионов рублей. Я думаю, что нормально на избирательную кампанию человек может потратить эти деньги и провести, не знаю, там, сотни, может быть, несколько сотен встреч с избирателями. Можно уложиться в намного меньшую сумму, я вам скажу. Но это при условии, если вы знакомы избирателя, то есть если вы работаете с этим... Ну, нет, это при условии, если у вас есть желание работать вообще, да. Можно обклеить, конечно же, там, все баннерами, плакатами, значит, выпустить огромное количество, сот тысяч, там, различной литературы, газет и так далее и тому подобное. Я считаю, в избирательной кампании самое важное это встреча с избирателем. Вот я, выбираясь в законодательное собрание в 2006 году, вам скажу, что провел около 160 встреч с населением на избирательном округе, на областном. Мы ездили с, значит, с представителями партии и встречались с населением. В ОЗС в 2011 году я уже провел около 200 встреч, то есть я проводил примерно по 3 встречи в день. Естественно, мне помогали волонтеры, организовывали эти встречи, но на встречах присутствовало от 20 до 300 человек в различных населенных пунктах, я помню, в одном из... А где лучше идут избиратели, в районах или в областных центрах? Вы знаете, мы проводили встречи и дворовые, на которых присутствовали многоэтажные большие дома, значит, там 10-15 подъездные, да, где собиралось там человек по 50. Просто наклеивали объявления, значит, волонтеры обходили квартиры, и я просто вот у дома встречался с населением, мне задавали вопросы, вот я считаю, что это самое важное для кандидата. Вот, был пример, когда у нас один из кандидатов в депутаты законодательного собрания потратил 250 тысяч рублей, вот с методом, мы с ним обсуждали, и прошел законодательное собрание в сегодняшней Думе, он работает представителем нашей партии. Поэтому совершенно необязательно иметь 100 миллионов, 10 миллионов, 2 миллиона, все зависит от тебя. А кто экономный у нас такой в законодательном собрании, если не секрет? Ну, вот я вам скажу, Сергей Сергеевич Полушин, наш представитель, вот, и Яранска, значит, мы при... Это человек, действительно, имеющий авторитет у себя в Яранском районе, это человек, которого знают, человек, который, там, несколько, десятков встреч провел, там, под, может, около сотни встреч, и, значит, я приезжал, его поддерживал, мы с ним объезжали. Достаточно такая недорогая избирательная кампания. То есть, чтобы перемещаться, много денег не надо? Да, да. Плюс у нас ведь еще финансирует центральный аппарат партии, нам выдает какие-то финансы на проведение избирательной кампании, поэтому я считаю, что это не обязательно, это серьезное вложение в избирательную кампанию. Перейдем тогда к городским темам. Начальник управления архитектурой и градостроительства Ирина Рубцова не так давно заявила о том, что федеральный законопроект, который ужесточает требования к застройщикам в историческом поселении, приведет к тому, что город начнет ветшать. И накануне она пояснила, что она имела в виду, заявила, что так считает много участников строительного рынка. То есть, если раньше было много желающих принять участие в расселении домов, то есть расселить людей за свои средства и начать строить, то сейчас количество застройщиков, желающих работать в историческом центре, падает. Вот насколько эти новые поправки в закон действительно приведут к тому, что вот у нас историческая часть города законсервируется и не будет никакого развития? Ну, вы знаете, вот, наверное, правильное суждение, что необходимо историческую часть городов наших российских каким-то образом охранять, сохранять. Я, опять же, обращаясь к европейскому опыту, да, ну, с этим не сталкивался, но вижу, что достаточно серьезное внимание уделяет исторические части городов, многие города европейские, да, и маленькие, и большие города. И сегодня идут по пути того, что оставляют фасады зданий, ну, опять же, если это здание признанное там и имеющее историческую ценность какую-то, да, что это там не просто там какая-то хрущевка, да, там построенная, или там сталинский дом какой-то совершенно там безобразного вида, да. Если это действительно с какими-то барельефами там здания интересной конструкции, то фасады здания пытаются сохранять, а внутренность наполняет уже совершенно современным содержанием. Есть примеры, когда открывают там и торговые центры, и офисные центры, и жилье строят, то есть и внутренность полностью, она современная, начинена новыми коммуникациями. Здесь необходимо к каждому дому подходить индивидуально. Действительно, в Кирове еще достаточно много остается деревянных построек, да, которые, ну, наверное, не имеют такой исторической ценности. И если компания-застройщик готова предложить в хорошем, в таком, значит, в архитектурном виде, там, небольшое высотное здание, опять же... Я так понимаю, проблема как раз сейчас в том, что небольшое высотное здание никто не хочет строить, потому что денежки-то не отбиваются. Ну, вот здесь, здесь... Вы угодите застройщикам и сохраните исторический центр? Нет, ну, здесь я считаю, что действительно надо подходить и комплексно к решению этой проблемы. Наверное, ну, будет глупо застраивать центр города там огромными многоэтажными зданиями, вот такими, как построили там напротив сберегательного банка, так и все, да. Ну, я считаю, там, как бельмо на глазу, там, совершенно не нужно, ничего из себя не представляющее здание, да, построено, воткнули. Значит, либо надо строить какой-то комплекс, но, опять же, есть определенные нормы, требования, там, количество стояночных мест, значит, детские площадки, значит, возможность парковки, там, тротуаров каких-то. Вот это очень сложный вопрос, но то, что у каждого города, и в том числе у города Кирова должен оставаться свой, как бы, неповторимый какой-то исторический внутренний, там, в центре облик, это, конечно же, важно и необходимо. А чем можно заинтересовать строителей? Вот если бы вы, например, в бизнесе не один год провели, чем вас можно было заинтересовать? Ну, понимаете, здесь, опять же, вот, необходимо экономические условия, ведь во многих, в тех же европейских странах, где сохранены вот эти исторические улицы, дома, значит, стоимость квартир тех же, там, она в разы, конечно же, выше, нежели в Новоделии, да, и рыночная, там, возможность продажи, там, перепродажи, то есть там существует рынок, действительно, в исторической части города, достаточно высокие цены, и, значит, здесь уже, вот, вы можете, за счет цены продажи стоимости... Замглавы администрации Роман Морозов как раз заявил, что вот этот законопроект, как раз, одним из его последствий будет увеличение стоимости жилья в историческом центре, то есть, возможно, у нас вот этот рынок и сформируется. Ну, вот это, это все, опять же, включаются рыночные вот эти вот механизмы, да, если это исторический центр, действительно, там, с пешеходными, там, улицами, да, которые, там, немножко от сторони, от каких-то магистралей, там, да, и так далее, и тому подобное, естественно, будет формировать, наверное, стоимость этого жилья. Ну, еще раз повторюсь, наверное, глупо будет застраивать центр города, там, 20-25-этажными домами, там, из непонятных соблицовочных, какого-то кирпича, там, не имеющих ни архитектурного, какого-то красивого облика, да. Вот, надо думать о том, как будут жить потомки, наши дети, наши внуки, правнуки, там, в этом городе, да, а не извлекать, вот, сиюминутную прибыль какую-то от строительства, вот, этого многоэтажного, там, небоскреба, да, где стоимость, или себестоимость строительства, там, низкая, и вот получение прибыли сиюминутной домат, они будут стоять, там, 50-100 лет, я не знаю, да, и все будут смотреть вот на это безобразие, конечно, я считаю, что это недопустимо. Еще немного в продолжении темы строительства, вот, заявлено было, что сотрудничать сейчас с застройщиками будет некая рабочая группа, то есть они будут заниматься как раз спорными вопросами, которые возникают, ну, где-то вот на грани законодательства, администрации, то есть некая третья сторона. Вот такая форма работы, на ваш взгляд, поможет исправить и огрехи, которые были допущены при застройке города, и не окажется ли так, что вся власть окажется в руках вот этой узкой группы людей, в которую войдут чиновники, архитекторы, застройщики, то есть они будут уже вот это все регулировать между собой? Ну, я думаю, что должны иметь доступ и справа голоса своего, или высказывания мнения, да, действительно, и люди из общественных организаций, да, и люди, которые занимаются, вот интересный человек, я прочитал буквально, перед тем, как к вам идти, там, вот Касанов, да, у нас, он, который занимается пешеходным туризмом, значит, вот... Один из авторов проекта «Пешком по вятке». Да, «Пешком по вятке». Вот, мне кажется, из таких специалистов, из историков, из людей неравнодушных должны состоять эти группы, и в споре рождаются истины. Я ничего плохого не вижу, здесь необходимо привлекать достаточно большое количество специалистов, историков, может быть, каких-то тех, которые могут подискутировать на тему, как развивать нам и как сохранять историческую часть города. Ну, соответственно, в этой группе должны работать все группы населения? Ну, в том, да, в том числе и представители населения, активные граждане, да, которые тоже должны свое мнение высказать. Поэтому, вот еще раз говорю, чем больше интересантов или представителей, и специалистов, тем интереснее будет дискуссия. То есть, точно не должны решать 2-3 человека, значит, и принимать решения по строительству того или иного объекта, да. Ну, я думаю, что когда 10, 15, 20 человек уже обсуждают строительство данного объекта, здесь могут интересные идеи возникнуть или отклонения на оборот. Киров за зиму уже пару раз у нас подвергся сильным достаточно снегопадам, а коммунальные службы, дорожники, в свою очередь, подверглись критике и со стороны власти, и со стороны простых кировчан. На ваш взгляд, можно какой-то столичный опыт по уборке, по очистке улиц перенять в Кирове? Потому что тут недавно приезжал Гершман, урбанист столичный, и оценил, сказал, вот в Кирове нет реагентов, беленький чистенький снежок, с другой стороны, видели бы вы этот снежок во дворах, его же там метры, метры, метры вверх. То есть, где вот эта вот золотая середина между реагентами и сугробами? — Слушайте, ну вот, на самом деле, хорошо, если мы действительно отказались навсегда от реагентов, от этих химических добавок различных, которые добавляют только в город вот это уныние и грязь, да, я вам скажу, что те же финны, это страна, которая достаточно зимняя, и у которой, ну, схожие условия, так скажем, климатические зимой, и количество осадков достаточно большое выпадает, они давным-давно уже не поливают свои дороги никакими реагентами, они там добавляют вот эту крошку, значит, мраморную, да, и, в принципе, вот то, что происходит сегодня в Кирове, я считаю, что нормально у нас начала работать дорожная служба, а то, что всегда есть нарекания к дорожной службе, ну, это жизнь, это будет всегда, даже если они абсолютно будут, значит, вычищать там и делать чистыми и дворы и прочее, здесь вообще, я считаю, что дорога двухсторонняя, да, у нас ведь есть и вопросы к водителям, и вот к безобразным, значит, оставлениям, когда машины оставляют на ночь, да, которые мешают уборке улиц, значит, я думаю, что в этом году впервые, может быть, вот городская администрация начала уведомлять за несколько дней автомобилистов о том, что будет очистка того или иного места, да, выставлять... И чтобы вас активно начали, кто не откликнулся. Да, выставлять какие-то дорожные знаки, предупреждения о том, что это будет сделано, и в этом плане, я думаю, что мы идем к такому, к цивилизованному, к цивилизованной работе вот этих вот наших дорожных служб и администрации города. Ну, то есть правильно я понимаю, что в Кирове-то дела обстоят получше, чем в Москве? Вы знаете, в Москве нет такого количества осадков, я сразу вас предупрежу, что нет таких сугробов и такого количества снега, который нападает, значит, за зиму. И возможности московских вот этих дорожных служб, они, конечно же, в разы больше, нежели города Кирова. Москва с ее бюджетом в полтора триллиона рублей может позволить себе, значит, нанимать лиц кавказской национальности или там, значит, азиатской национальности, которые с утра до вечера с различными механизмами, оборудованием, значит, выметают и вылизывают дворы так, что, ну, я бы здесь, в Москву, не стал сравнивать с городом Кировом. Там возможности и финансовые, и технические в разы просто вышли. Там вот снега нет на дорогах, особенно на центральных и регистральных улицах, значит, его практически, его вообще нет, то есть его вывозят, я не знаю, уничтожают куда-то за город там различными технологиями, но в Москве до сих пор пользуются реагентами. В этом, конечно, серьезная проблема, и вот я лет шесть назад, наверное, купил себе калоши, да, и вот раз в два года их меняю, потому что разъедают просто реагентами различными. В этом, конечно, ну, серьезная проблема есть в Москве. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Для тех, кто только подключился, напоминаю, в эфире особое мнение в студии Дарьеты Пузлеева и мой собеседник, депутат Госдумы Сергей Доронин. А мы продолжаем говорить о городских темах. В Кирове планируют установить памятник друженикам тыла. Место уже вроде бы как выбрали на углу профсоюзной Карла Маркса, то есть это тот сквер, по поводу которого пару лет назад шли разбирательства. Начался уже конкурс проектов мемориала, и на этот памятник, как и на памятник Трифону Увятскому, планируют собирать деньги с людей. Вот сейчас, на Ваш взгляд, подходящее время вообще для установки памятников, пусть даже друженикам тыла, объявления сбора каких-то средств, потому что мы все равно понимаем, что и Трифону Увятскому, когда собирали памятник, это были, ну, добровольно обязательные пожертвования в учреждениях государственных. Ну, честно сказать, вот мое субъективное мнение, чем больше и интереснее различные скульптуры, памятники, тем, наверное, намного интереснее нам будет жить и комфортнее в нашем городе, да? Вот, поэтому я за то, чтобы в различные памятники и, значит, постаменты там какие-то устанавливали, значит, я приветствую, что появилась идея увековечить память, вот, действительно, тружеников тыла, надо бы еще детей войны, да, потому что категория достаточно большая людей, которые пережили Великую Отечественную войну и испытали огромное количество, там, проблем и горя, да, поэтому я за то, чтобы устанавливали различные постаменты и памятники. Интересно, у нас есть примеры, вот и Федору Шаляпину я хожу постоянно на, значит, площади, смотрю великолепные памятники, памятник Ассоль сделали на набережной, значит, и Гриму памятник у нас, значит, интересный. А место вам как? Вот и депутат Законодательного собрания Валера Крепостнов несколько интересных таких... На Спаске, да. Да, на Спаске построил, поставил, значит, скульптур. Я считаю, что это движение, оно интересное, и, ну, с местом... То же просто возникли споры, что не спросили общественности, где ставить, ну, то есть понятно, что все равно будут люди, кто захочет в другом месте. Всегда будет другое мнение, да, всегда будут, там, недовольны, либо люди, которые на этом будут спекулировать каким-то образом. Я считаю, что необходимо эти вещи делать, там, по поводу места, я, там, не готов сейчас обсуждать или, там, критиковать, либо, там, говорить. Ну, то, что вот это движение у нас началось в Кирове, и это, я считаю, что это достаточно интересно. Вы бы на такой памятник пожертвовали, Дима? Я бы пожертвовал, если бы, да, если бы мне сама, вот, сам памятник понравился, интересно, я бы поучаствовал. Почему нет? Другой вопрос, что я не думаю, что это будет принудительный, какие-то сборы, да, есть там спонсоры какие-то серьезные, есть люди, у которых, ну, действительно, есть, вот, эта идея появилась, я думаю, что это основные будут жертвователи и финансисты вот этого проекта. А как движется ваше дело о банкротстве? Вот, в арбитражном суде недавно рассказали, что оно заморожено, с чем это связано? И вообще, можете рассказать о своем опыте, то есть, вот, банкротство физлиц, это благо, или это очередной способ относительно честного отъема денег у граждан? Да нет, а почему это? Это не отъем денег у граждан, это возможность физическому лицу очиститься от долговых обязательств, от долгов, от тех, которые он, ну, по ряду причин нет возможности финансовой выплатить, да, и такая процедура, она уже давно практикуется в Соединенных Штатах Америки, да, во всем цивилизованном мире, и я считаю, что эта процедура банкротства, это вот не уход от обязательств, это реанимация, если мы говорим, там, для бизнеса, да, то это очищение от каких-то, ну, невозможно заплатить, тех долгов, которые невозможно заплатить предприятию при его сохранении, да, у нас почему-то укрепилось вот такое понимание в Российской Федерации у обывателя, что банкротство, это, там, уход от своих каких-то, там, не знаю, обязательств и, значит, мародерство какое-то, и похоронить бизнес, да, если говорить относительно, там, агрохолдингов, которым я до 2009 года был генеральным директором, то действительно предприятие испытывало и испытывает серьезные проблемы, но у руководства, у сегодняшнего конкурсных управляющих, у бывших собственников, основная задача стоит сохранить производство, и, слава Богу, и люди работают у нас, и коллектив у нас остался, мы производим и продукцию, и выращиваем свиней, и корма делаем, и, значит, молочное стадо, 1200, значит, голов, сдаем молоко на наше перерабатывающее предприятие. Как физическое лицо, действительно, поданы документы, я думаю, что в феврале-марте будет рассмотрение моего дела, и, ну, будем двигаться по процедуре. У меня вопрос такой, просто очень много критиковали за то, что, чтобы, вот, грубо говоря, обанкротиться физлицу, нужно еще очень много денег за это заплатить, и получался такой замкнутый круг, то есть, если у человека были эти деньги, ну, суммы разные называют, порядка, говорят, 100 тысяч. Да нет, 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 цифры, государственную пошлину надо платить, надо платить в случае, если ты нанимаешь профессиональных юристов, да, которые тебе пакет документов готовят, да, ну, в принципе, там ничего сложного такого нет, предоставление различных справок, вот, я повторюсь, вот, огромное количество примеров, когда предприниматели, бизнесмены становились банкротами, всегда пример привожу, там, Генри Форд, да, известный бизнесмен американский, который, как физическое лицо, признавался пять раз банкротом. Вы понимаете, вот, те, кто занимается предпринимательской деятельностью, они всегда рискуют. Опять же, отношение банков, да, вот, к тем должникам, которые, там, не могут выполнять свои обязательства, я считаю, что тоже оно, как бы, такое одностороннее, да, понимаете, вот, вот, взятие кредитов и, там, строительство, там, каких-то производственных площадок, там, либо создание каких-то проектов совместных на кредитные средства, это улица с двухсторонним движением. Здесь, как рискуют ростовщики, банкиры, у которых единственная задача, там, ну, не побоюсь этого слова, там, отдают предпринимателя по полной программе, да, там, и уничтожить его, значит, когда он не имеет возможности или просит о пролонгации кредитов, да. Я считаю, что у нас психология ростовщиков-банкеров на сегодняшний день, там, на уровне, ну, я не знаю, средневековья, да, потому что, ну, ни у кого таких, из цивилизованных стран, там, нет драконовских банковских процентов, там, от 15-ти, 20-ти до 30-ти. Вот, недавно разговаривал вчера буквально с одним знакомым предпринимателем, который так же точно не смог вовремя погасить тело кредита, да, так банк ему начал считать с момента непогашения 42% годовых. Ну, ребята, вот откуда, где такая рентабельность, у кого такая прибыль? Поэтому я не считаю, я считаю, это нормальный цивилизованный подход, и ничего в этом проблемного нет, и на сегодняшний день огромное количество у нас физических лиц, которые не имеют возможности просто погасить по своим, там, долговым обязательствам, это взять тех же валютных ипотечников, которые люди, ну, просто серьезная проблема, да, и в Москве, и в крупных городах, когда банки заставляли людей под различными, там, предлогами взять валютную ипотеку, люди просто, ну, действительно оказались в очень сложной критической ситуации, там, да, либо там кредит какие-то валютные просто на приобретение оборудования, да, там, может быть, ипотечное кредитование, там, это не тот пример, у банка остается все-таки квартира. Ну, да, те, кто попал, вот, в нашу интересную, веселую, такой, стране, да, с ее, вот, этой волатильностью, которая уже достала, там, всех, мне кажется, да, попал, вот, на валютные кредиты, ну, вот, тоже, что этим людям делать, там, полностью, там, закладывать свою душу ростовщикам, да, или все-таки цивилизованным способом, как-то, пытаться решить эти вопросы, то есть, в принципе, если есть возможность законодательно, почему не идти по пути банкротства, там, физического лица, я в этом ничего плохого совершенно не вижу. И последний вопрос, буквально минутки у нас осталось обсудить, первый вице-премьер Игорь Ваншивалов заявил накануне, призвал он отказаться от строительства зданий для органов власти, вот, как вам такая инициатива, особенно в свете того, что у нас и здание налоговое сейчас строят, это и следственное управление здание себе возводить хотят? Ну, я, честно сказать, не знаю, я вот сейчас только от вас эту инициативу услышал, да, об этой инициативе, ну, понимаете, мы проходили всю эту историю в 90-е годы, вот, когда я начинал заниматься бизнесом, там, в 91-м году, когда налогоинспекции, различные суды, правоохранительные органы, наркоконтроли, там, я, опять же, ничего не имею против этих структур, да, размещались в детских садах, когда у нас падала рождаемость, там, еще в каких-то учреждениях занимали, а потом, когда у нас поднималась рождаемость, там, начинали строить, я считаю, что, ну, это, вот, органы власти, которые имеют тоже свою специфику, да, для них необходимо строить, вот, их специфические здания, да, там, с какими-то складскими помещениями, я не знаю, там, для, с библиотеками, там, с какими-то компьютерными классами, там, с архивами, и так далее, и тому подобное, но куда Игорь Шувалов призывает нас вмещать все эти структуры, вот куда? То есть, я считаю, идти надо по другому пути, я так понимаю, что эта идея опять связана с экономией... С экономией денег, экономией средств. Ну, вот Игорю Шувалову бы надо посоветовать, чтобы он думал все-таки над развитием доходной части нашего бюджета, и чтобы он предлагал идеи по снижению процентной ставки, значит, наших уважаемых банков, да, там, до 3-4-5 процентов. Вот здесь я бы с восхищением выслушал вот этого экономиста, или премьер-министра, да, который руководит нашей страной, там, на протяжении десятилетий, да, и вот из огня до в полымя нашу страну, значит, вот, все это правительство, значит, которую там уже не оторвать от кресел на протяжении 10-15 лет, вот заводят, как, значит, как блуждающий Моисей, там, не знаю, по пустыне. Это было особое мнение. В студии работала Дарья Тепузлива и мой собеседник, депутат Госдумы Сергей Доронин. До свидания. Спасибо.